Здравствуйте. Масточку снимаем. Привет, ребята. Мы в Костке, кстати. Да, мы снова в Костке. Мы снова в Костке. Все-таки приехали. Костка, ну на самом деле, продуктов мы не будем практически закупаться. Молоко, наверное, возьмем сливки для кофе и лепешки. А так нам было бы туалетную бумагу взять. Основная цель моя сегодня скупиться. Я хочу отправить посылочку, не скажу кому, а надо вот скупиться на посылочку, посмотреть, что взять, что купить. Если вам интересно, что мы отправляем на ту сторону океана, пошлите с нами. Да, в общем, погнали. Вот интересненькое одеяльце, но это не то одеяло, которое за 10 долларов. Это другое. Надо посмотреть на его цену, но оно мне нравится. Так. Это вот эти по 10 долларов. Вот это одеяльце, я думаю, что хорошее на посылочку. И я уже взяла на самом деле, у меня уже дома лежит оно. Сегодня я не буду брать. 9,99 стоит? Да. Куда идем дальше? Сюда идем. Сюда идем, да? Да. Давай, рассказывай. Вот то, что мне понравилось, одеяльце, оно, но цена его дороже. 22 доллара. Ну, 30 долларов. Будешь брать или не будешь? Нет. Я сейчас не буду брать, да. Подушка, кстати, пуховая, по-моему. Да? 20 долларов. Стандарт, Квинтар, Хотель Грандс. Да, пуховая вещь, нарисованы перья. О, у нас уже весна, деревья начали продавать, видишь? Вот это меня всегда привлекает. А ну давай глянем. Давай. Что здесь уже можно садить? Слива. Яблоко, слива. Черешня. Черешня. И это у нас что? Черешня. Ой, как-то напечатали. Плохо водяй. Ага. Вот. Можно уже сажать дерево. Одно дерево 17 долларов стоит. Вот эта штучка. Меня привлекает. Она получается... Да, да. Меня такая привлекает. 400 долларов. 400 долларов. Она прикольно получает. Ты можешь положить в багажник машину. Да, да. Наверное, носочки меня интересуют. На посылочку. Сколько стоят они? 110 долларов. Или я сейчас посмотрю другие рассветки. Это такой летний вариант. В принципе. И я, наверное, возьму. Этот вариант. Рассветочка. Выбираю, как для себя. То, что мне нравится. Правильно? Ну, конечно. Да. Какая мне большинство нравится. Нет, вот эта вот больше мне нравится. Беру вот эти. Да, у нас 10 долларов, да? Да. На какую сумму ты примерно собираешься купить? Ну, наверное. 150-200. 150-200. Окей. Давай пройдем все еще по носкам. Угу. Вот такие пуховые. Ой, сейчас цены нет. Нет, ты знаешь, может быть лучше вот эти носки возьму. Да. Угу. Мне нравится это качество. И я возьму их. Они чуть-чуть дороже. 12 долларов стоит. Ну, ты же для девушки берешь? Да, для девушки эти беру. Понятно. Да, эти чуть дороже, но... Они немножко плотнее, да? Они плотнее, да. Как бы теплее. Ну, я, наверное, возьму эти. Все ясно. И мужские тоже хочу взять. Короткие, мне кажется, не все мужчины будут носить. Вот такие, естественно. Как я ношу, да. Ну, я сейчас посмотрю. Я тоже пока вот привык. В Америке привык. Да, в Америке привык. Там никогда такие не носил. Не носил короткие, здесь привык к коротким. На самом деле это очень удобно. Что мы имеем в виду под короткими, это вот это. Да, это когда вот здесь. На самом деле это очень удобно. Да. Ну, давай подыщем чуть-чуть вариант. Вот эти немножко повыше. О, да, эти чуть повыше. Да, поэтому я думаю, надо брать средний вариант. Потому что, если человек не привык носить, ему будет некомфортно. Брать тишу потемнее или посветлее? Потемнее. Давай потемнее возьму. Девушкам белые, мальчикам черные. Правильно, правильно. Так, идем дальше. А я еще хочу вот это баскетбольное кольцо, видишь, 300 долларов поставить возле дома. Смотрите, просто берешь прям вместе с подставкой, со всеми делами. Сразу покупаешь, ставишь и все. И можно бутсать мячик. А как бы посмотреть размерчик, как он выглядит? Это вот какая-то распечатанная, а это М-ка. Ты расскажи нам, что это такое? В комплекте что? Шорты. Это 2x5. Это пижамка, да, я так понимаю? Да, пижамка. На нее хорошая скидка сейчас. Вообще она стоит 20 долларов, а сейчас за 16. И мне нравится нахер. А, вот и нарисована, то есть она получается 2 комплекта. Ну, это большой размер, я хочу поменьше посмотреть. Как-то раскомплектована. Вот такие расцветки. А его что-то нет. 2x5. Очень редко увидишь в кастках, чтобы было 2x5. А здесь 2x5. На пижамке главное, интересно, да? А тебе какой размер нужен? Вот секреты не раскроем. А, окей. Так, идем за лепешками. Слушай, дорогой, я вот тут на посылку покупаю вам. А может нам с зрителем нашим посылочку отправить? Ну, давай. Я же, видишь, я всегда соглашаюсь. Я всегда соглашаюсь. Я только слышу от тебя предложение. Моя роль, знаешь, как? Ну, соглашаться. Вот и все, я соглашаюсь. Удивительно. Так. Вот просто возьмем лепешек. Давай. И опять соглашаюсь. Да. Лепешки берем. Что насчет посылки? Насчет посылки, давай. Давай. Что, давай. Давай, сделаем посылку. Смотрите. Ну, смотри, у нас по деньгам это выйдет. Ну, это... Выйдет. Хорошенькую копеечку выйдет, я бы сказал. Значит, ну, давай будем реалистами. Значит, где-то получится нам вот сама посылка. Ну, вот на какую сумму, как ты думаешь, вот, ну, собрать товар, чтобы это можно было назвать посылкой? Как ты считаешь? Думаю, долларов 150-200. Вот так. 150-200. Это так туда, чтобы, ну, какие-то вещи, может быть, положить. Может быть... Ну, вот как вы думаете, что туда положить? Может быть, пару сладостей, пару... Ну, не знаю, ему шампунь, мыло. Слушай, ну, вот смотри, давай сейчас вот ты собираешь посылку, мы на этой посылке просто возьмем, перепроверим эту сумму и просто уже покажем готовый результат, сложим это в ящик и посмотрим, какой это ящик получится. Давай? Ну, давай. Чтобы нам увидеть, на какую сумму нам примерно сделать посылочку. Так, нам бумага нужна, туалет, надо вывать. Давай, берем. Слушай, а туалетную бумагу на бесплатках не дают, правильно? Мы не видели. Кстати, в Костке вот обычно стандартно два набора туалетной бумаги. Два вида. Вот такой вариант и вот такой вид. Но нам что-то без медведя нравится. Нет, ты видишь, после карантина появилась вот еще какая-то... Да, да, еще вот такая марафон. Бамбуковая, что ли? Бамбуковая. Баблировалась. Ну, а что, смотри, нарисована. Ага, вот это, да, точно. Может быть... Наверное. Из бамбука сделана. Да. Ну, а это офисный. А это офисный вариант, да. Так, ну, давай-то возвращаемся к посылке. Хорошо. Сейчас мы тестируем, в общем, на вот этом заказе. Дальше. Кроме цены самой посылки, нам же еще доставка обойдется в копеечку. Я думаю, долларов 70. В зависимости куда. В Украину дешевле. Да, в Украину чуть дешевле, в Россию дороже. Ну, окей. Дорогой, у меня порошок тоже заканчивается дома, а мне надо взять. А то я могу попасть в просак один день, третий день, а порошка нет. Тогда не обсуждается это вопрос, а просто берется. Вот и все. Так, берем порошок. Вот он. Так, ну, давай идем дальше, рассказываем про посылку. Про посылку? Значит, то есть, смотрите, ребят. По этому поводу, вот, мы так подумали и решили, что мы можем сделать такую штуку. Просто давайте вот попробуем сделать так. Вот, как бы, ходим мы все время по магазину Костка, и мы понимаем, что вы смотрите нас там из России, из Украины или из каких-то других стран, и мы понимаем, что нас смотрят очень разные группы людей. То есть, это кто-то из наших зрителей, ну, скажем так, очень состоятельный, кто-то не очень состоятельный, кто-то, ну, совсем, скажем так, трудно зарабатывает деньги. Я думаю, каждый зарабатывает трудно, да, но у кого-то это получается лучше, у кого-то хуже, у кого-то разные обстоятельства жизни. И вот, смотрите, суть вопроса в чем? В том, что мы хотим сделать так, чтобы для вас, ну, сделать какой-то приятный сюрприз в начале этого 2021 года. Давай одну упаковку. Одну упаковку берем, да? Хорошо. Мы же экономим. Не дам пить им молока. Не дашь пить им молока, понял. Сливок возьми и для кого-то. Да, берем. Так, на, посмотри тут дату. 24 января мы до этого столько его используем. Значит, и смотрите, поэтому давайте так сделаем. Предложение такое. Вот видите, мы сразу ходим и сразу же пытаемся его сформулировать, как-то это предложение. Поэтому не сразу так четко, знаете, выпаливаем там вам, так все прям, как сказать, с таким запалом, а просто вот пытаемся сразу понять, как это лучше сделать. Сейчас начинаем смотреть, что мы можем положить в посылку. В посылку, да. Давай. Значит, смотрите, ребят. Поэтому предложить идея такая. Давайте попробуем сделать вот так. Первый раз. Просто одну посылку так сделаем и посмотрим, что из этого получится. То есть, я открою на нашем канале кнопку спонсорства. Нам, кстати, YouTube открыл такую возможность. И, в принципе, это кнопка, которая, ну, помогает нашим зрителям просто участвовать как-то в поддержке нашего канала. Вот. Мы ее откроем, сделаем доступным для вас спонсорство. И если вы хотите поучаствовать в этом проекте, то есть, в чем заключается проект? Проект заключается в том, чтобы... Я возьму большую пачку кофе. Это молотый кофе, нерастворимый. Кстати, на него сейчас отличная скидка. Так, я аж рассказываю дальше. Значит, смотрите, я открываю кнопку спонсорства. И мы как бы вместе... Пойдем. Катастрофа. Я так не могу рассказывать. Я взяла банку кофе. Я взяла... Хорошие скидки, кстати. Это нерастворимый. Это просто молотый кофе. Я беру наборчик орешков. Я бы взяла еще кроссовки, но, честно говоря, я не уверена в размере. Это так тоже индивидуально надо мерить. Если человек многостандартный или нестандартный. Поэтому, ну, в данный момент, наверное, я не буду брать кроссовки. Я бы взяла еще, наверное, других орехов. Как почерк Калифорнии. Вы знаете, что в Калифорнии выращивается столько вот миндального ореха или алманд, что, наверное, они поставляют по всему миру. Его очень много выращивают. Здесь, и в основном вам скажу, пчеловоды в Америке зарабатывают не на меде, а на опылении вот того же самого ореха. Мы берем его тоже. Он, в принципе, не скоро портящийся продукт. И это такая приятная вещь, которая, думаю, понравится любому. В этот ряд заходим, нет? В этот ряд я не помню, посмотрим, что здесь, может быть, тут тоже что-то на посылочку. Консервы я не вижу смысла такие. А отправлять? Что мы смотрим? Так. Огурцы соленые, может быть? Не, ну мы, во-первых, ничего не выбираем, что в стекле. Для того, чтобы не разбили. В дороге. Так, смотрим, что тут ничего мы не нашли подходящего. Кстати, я домой возьму сахар. Давай. Желтый. А то меня дети замучили. Последний сахар, который мы взяли не в костках, был белый. И он очень похож на соль. И они мне все... Это не соль? Это не соль? Поэтому обычно я брала сахар желтый, а соль белый. И тогда все различалось. Но есть тут сахар такой очень белый, очень схожий с солью. Поэтому я просто возьму, чтобы они мне не путали соль с сахаром. Окей. Хорошо. Так, идем дальше. Ну и мы, естественно, будем проводить двумя чеками, правильно? Один чек для себя, второй чек для посылки. Да, чтобы посмотреть, что у нас получится. Да. Специи какие-то? Я думаю, может быть, вот это горлик салп. Возьми, да, это прикольно. Она будет... Кстати, вы как думаете? Прикольно. Я думаю, что вот хорошим тоже еще подарком в посылку может быть ореховое масло. Мне как-то вот это больше по вкусу. Это более кремированное такое. Мне больше это, поэтому я беру этот вид. А я показываю вам цену. 8,99. Да, потом я думаю, что я возьму еще нутеллу. О, скидочка на нее хорошая. Две банки. Две банки стоят 8,50 сейчас. Ну, в смысле 49. Я всегда округляю. А этот ты не берешь? Херш из сироп? Нет. Ну, этот где дети есть, там было бы хорошо, да? Хотя он может потечь. А, ну, можно эти... Фрукты какие-то или наборы вот эти не берешь? Тайл микс. Окей. Я взяла там баночку орехов. Я думаю, что может быть сушеная мангия или что-то. Давай. На эту скидку не будешь брать, смотри? Нет, не буду. Нет? Окей. Мне очень нравятся вот эти изюм в шоколаде и орехи в шоколаде. Ну, я сейчас не знаю, что-то новенькое, смотри. Что-то новое появило? Пенуц. То есть не алманд, а получается этот, арахис в шоколаде появился. Что-то новое. И баночки такие маленькие. И не Костка делает, не Киркланд. Ты, наверное, манга ищешь. Да, наверное, надо идти там, где орехи. Да, манга, наверное, туда уехала. Здесь не нашли мы сушеного мангу. Пойдем. Вот туда давай обойдем. Конфеты у меня есть дома. Пачка это что мы покупали, еще осталось. Я положу. Сильно в дарине я на конфеты не делаю, потому что в Украине, в России можно тоже купить вкусные конфеты. Ну, конечно. Здесь просто что-то может быть такое необычное. Что-то специфическое такое, да. Вот видишь, я когда тебе купил тушь для ресниц, теперь узнал, что это называется тушь для ресниц. Мне подсказали зрители, да. Какие хорошие зрители? О, да, 100%. У нас зрители просто самые лучшие. И, кстати, нам как-то зрители написали, что мыло дав у них давным-давно. Ну, у нас тоже, смотрите, вот кусковое давным-давно. Но вот жидкое мы раньше не видели. Может быть, оно и было уже, но мы просто не обращали внимания. Так, вот это, в смысле, мыло для рук. Вот мы имели в виду, что вот такое жидкое мыло для рук мы первый раз видели вот здесь в такой упаковочке. Оно получается 10 долларов. Вот такие 4 банки. Если всего 1 литр, ну, почти 1 литр 600. 1 литр 590. А моей же не нравится вот такое мыло. А у Светы, кстати, я видел вот такое мыло. Вот это. Смотри. Да. Я думаю, что на посылочке может быть хорошо. Например, антипроспирант. Женский или мужской. Так, а сколько я взял номинание? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, давай, сделаем один женский, другой мужской. Давай. Какой лучше? Женский или семь. Женский такой сильно дороже. А вот вот, да, 14 долларов стоит, этот 7 долларов стоит. А какой лучше? Ну, наверное, тот, что дороже или что? Четыре упаковки и там, и там. Так, я таким пользовалась. Я беру тот, которым я пользовалась. Хорошо, поехали. И мужской. Один вариант вижу. 13 долларов. Вот это, да? Да. Так. Не оставляет никаких пятен под мышками. И если бы. Что еще? Я думаю, может быть, шампунь? Четыре в одном. Четыре в одном. И шампунь? Да. Можской? Да, думаю. Обычно шампунь. Да. Body, hair, face, bird. Ну, бери-то вот понтин. Они большие упаковки. Смотри, на скидочки они, бери их. Я думаю, это всегда, наверняка. Мне кажется, там нет таких огромных упаковок. И, по крайней мере, то, что я помню, раньше нас это очень радовало. Правда? Когда мы такое получали отсюда. И кондиционер есть. Давай, насилия же не будем. Не будем, да? Окей. А, вот еще шампунь. Ой, это там. А, да, другой. Этого больше упаковок? Пять? Нет, тут тоже пять. А, пять? Окей. Вот они нашли манго. Кстати, очень странно. Манго раньше, пачка была в два раза больше. Да? Чем сейчас. Есть, смотри. Это такое сладкое. А есть не сладкое манго. Натурально, без сахара, без сиропа. Вот, что засушено. Как думаешь, какое лучше брать? Сладкое. Сладкое, более привычное. Мне, правда, это больше нравится. Не люблю очень сладкое, но люди, которые не привыкшие, может быть, для них больше будет. Возьмем вот это. Я думаю, да. Так. Что-то еще. Ну, абрикососушеное. Это знакомо, думаю, там. Это знакомо, думаю, там тоже. Ну, давай клюкву. Это она, нет? Нет. Это berries. Вот это давай. Это вишня? Или нет? Или клюква? Вот клюква. Да, бери клюква. 8,89 стоит клюква. Пакет сколько грамм? Здесь клюква. Кило 800, да. А это тоже грандберрис? Это что, на другое? Да, грандберрис, ну, оно меньше расфасовка, органик. А это не органик. Понятно. Понял? Да. Выглядит одинаково. На вкус, думаю, тоже одинаково. Мы возьмем этот. Думаю, что вот эта вот штучка на подарок тоже будет хорошо. Это термо... Стаканы. Или термокружки. Фирма Термос. Есть вот такие, чуть-чуть дешевле. Термофлазк. Я вот даже не знаю, что бутылка или... А, но эта бутылка, это именно кружки. Да, это бутылки. Не знаю даже, что лучше взять. А что еще есть? Вот еще есть. Вот такие и есть, смотрите. Тоже две штучки, 20 долларов. Это термоса, да, такие? Ну, это удобно. Это классно. Что ты удаешь на работу на свой день налил. Да. Тоже прикольно. Буль-буль. Сколько вместимость в этом буль-буль. Сейчас посмотрим. А, но только для холодного. Не для горячего. Почти 2 литра. Но для Калифорнии это актуально. Потому что летом просто хочется холодное. Если на весь день ее хватит. Чуть ли не закипает. Да, это было бы круто. Так, ну вот думаю. Думаешь, все? Сколько единиц, да. Хорошо. На кассу? Да, может быть. Что еще? Ну, могут быть какие-то полотенца или что-то. Ну, да. Мы можем спросить у зрителей, как они считают, что было бы хорошо нам посыл. Ребята, вот как вы думаете, если вот говорить о вас. Вот что для вас было бы приятно и что бы вы хотели вот для себя именно посылку. Вот если вы живете конкретно в Украине, там в России, где-то именно из Америки. И мы говорим о таких вот вещах. В ценовой политике от 5 до 15 долларов одна вещь. Да, примерно в таком деле. Мы не говорим о компьютерах или там миксерах и все остальное. Ну, вообще технику пересылать сложно, потому что электричество, а другое напряжение разное. Да, и просто мы рассчитываем, что где-то примерно 10-15 вещей, как раз это будет для одной посылочки. Это актуально, да. То есть это продукты или это какие-то бытовая химия или это предметы какие-то. Да. Вот ваше мнение. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Что лучше всего вложить в посылку, да. Значит, ребят, вот такой у нас получилась наша тачка. Но, как вы сказали, для себя я купила только бытовую химию, туалетную бумагу, молоко, лепешки. Мы отдельно сделали. А то я купила для посылки. И примерно у меня вышло на посылку, у меня 180 долларов получилось. Вот, я думаю, что вот так. Ну да, если считать, что ты говорила, что еще одеяло у тебя из дома, красно, 200 долларов примерно и получится. Ну, наверное, да. Ну, то есть она может варьироваться, нам надо решить 150 или 200. Вот мы примерно прикинули, что можно купить на 200 долларов как бы. Ну, и для себя мы купили сколько? Где-то на 88 долларов, кажется, да. Для себя не обязательно. Ну да, то, что для себя, то для себя. Хорошо, согласен. Ребят, ну смотрите, вот на этом мы заканчиваем наше видео. Спасибо за то, что вы были с нами, за ваши просмотры. И завтра мы запишем следующее видео, разложим, подготовим посылочку. И дальше будем обсуждать эту тему и расскажем более подробные условия. Поэтому не подписывайтесь на канал, подпишитесь, чтобы не пропустить. И увидимся завтра. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok